Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в Dead Cells, 25 обновление, и сегодня мы будем смотреть на очередной аспект. В прошлой серии я играл с первым из аспектов, это был аспект льда, я решил выбрать первым его, который наносит 100 урона, как мне написали потом, он все-таки при разморозке врага наносит, а не при заморозке. Я там спутался, потому что снегомет, по-моему, сам немножечко бьет, и я что-то как-то там триггерился этого, на самом деле, этот аспект, как и я говорил, там в комментариях тоже со мной согласились многие, что хорошо бы смотрелся в мутациях, и он не был бы слишком сильным. Я сравнивал урон с лимонкой, потому что у нее 90 урона, я почему-то думал, кстати, что меньше даже. У того аспекта 100 урона, но я кое-что не учел, о чем мне написали. Лимонка-то 90 урона первого уровня обычная, а у нас будет она... Так, а у нас она... А как это самое-то? А! А у нас-то она будет S-качество. А S-качество уже со стартовый имеет первого уровня 203 урона, без свитков. То есть чувствуете, да? А плюс еще у нас минимально четвертого она будет сразу. То есть лимонка, на самом деле, она в разы мощнее, чем урон той мутации. Но другое дело, о чем стоит задуматься. У лимонки урон S-качеством, да, становится... То есть S-качество ты прокачиваешь где-то на третьей клетке, там в лучшем случае бывает позже. Я прошел пятую, у меня S-качество еще не было вкачано до конца. А что если смотреть на 0 BC, на 1 BC? Как раз-таки тот этап, который многие игроки все равно не могут преодолеть. В том числе для которого, в первую очередь, возможно, сделаны аспекты. У тебя там лимонка вот такая, 90 урона. И там 100 урона с того аспекта, это мощнее, чем удар лимонки. То есть на базовых клетках босса от этого профита больше. Потому что, как и все остальные мутации, в принципе, да, как и аспекты, получается, мутации. Где у нас идет какой-то плоский урон. Он, соответственно, актуальный для низких клеток босса. Конечно, да, он бафается с высокими клетками постепенно. Давайте пока запускать игру. Оружие я себе выбрал вот такие. Потому что сегодня будем играть с огненным аспектом. Ой-ой-ой, чуть забыл вот это. Так, стоп. Все, запускаемся. Так вот, то, что у тебя плоский урон, у тебя он со временем, конечно, бафается. Но он бафается, как и оружие, тоже у тебя бафается от большего количества параметров, что у тебя фрагменты добавляются. Но все эти клетки босса где-то просто по параметру добавлены на локации. Но если оружие у тебя стартово усиленное из-за S-качества, то мутации и аспекты стартово не бафаются. Получается, что такие с плоским бонусом, они явно... Я немножечко залив. Безупречный временной костюм, да, это у нас. Прям золотой такой. Да. Так вот, поэтому, получается, аспекты, они сильные. Есть имбовейшие аспекты, как поджигатель, да, а есть такие ледобои, которые подойдут больше для мутации, действительно. Но вот с таким плоским уроном, они реально более актуальны для низких клеток босса. Они там дадут просто больше профита, точнее. Как-то так. Такой момент. Так, берем себе вот это, наверное, не знаю. Я взял себе сполохи, головешки, огнемет, огненную гарнату, турель огнемет и напалм. Аспект наш, огонь наносит плюс 100% урона, а синий огонь, то есть горящий напалм, носит плюс 200% урона. То есть этот аспект максимально лютая жесть для огненных сборок. Огненные сборки в клетках очень сильные, на самом деле, и так сами по себе. Они очень легко реализуются. Я не брал себе напалмом меч, во-первых, он нам не подходит. Кстати говоря, нам уже дают амулет на тактику. Я совсем забыл, что мы, да, в тактике, тем, получается. Это жесть. Сейчас будет лютищий, ребят, разнос. Все игры, мне кажется, должно быть по урону, но очень легко должно быть. Потому что статус огня, который дамажит в два раза мощнее, это просто зло. Вот напалмом меч я не брал, который хорошо играет с огнем. Да, криты по огню, все такое, по горячим напалмом искать точнее. А нет, он просто по огню. А или нет, не по горячим напалму. Он же напалмом разливает как раз. Не помню, вообще-то не суть. Во-первых, он у нас красный. Во-вторых, я не хочу что-то делать, кроме огня. Я буду только раздевать напалм, я буду его поджигать различными способами. Сразу, ребята, говорит, что толку с того, что я взял настолько много... Смотрите, я сюда не пойду. Думаю, слепортироваться, а у меня есть слепорт далеко. Толку с такого большого количества огня не очень много. Напомню, промазал. Ладно, не важно. Потому что больше пяти стаков огня, или сколько у нас там максимум, да, я все равно не накину на врага. Это то же самое, типа, какой смысл от целой кучи яда? Какой смысл от целой кучи кровотока до тех пор, пока до той версии, когда у нас не изменили статусы? Что кровоток теперь взрывается, огонь. Не помню, что делает. А, огонь, по-моему, не меняли. Он и так сам по себе горел, типа, и все. Все распространяется, и так. И раньше у него было такое свойство, по сути, немножечко уникальное, в отличие от других статусов. Так вот, и... Получается, если кровотоку есть смысл, да, набирать целую кущу стаков кровотока, набирать себе билд, брать такое, что где у тебя будут и метательные ножи, и... Там, не знаю, кровавый меч, и танец с ножами, и разрыватель связок, например, то с ядом и поджиганием толку в этом, ну, около нет. Единственное, что, например, огненная граната, она поджигает, соответственно, мощнее, чем лимонка. То есть, где мне нужен более большой урон, то мне выгоднее, соответственно, будет юзать, наверное, чисто ее. Но я, соответственно, буду это все комбинировать, чтобы это было просто повеселее все. И сегодня у нас такое получается прям огненное инферное, можно так серию и назову, кстати. Не знаю. Единственное, что надо найти, конечно же, наш огонь. Я не забыл про свою мысль того, чтобы взять огнемет именно на... Как его, на рюкзак. Как раз-таки для этого я огнемета взял на рюкзак попоставить и фигачить с него. Он как... как его, этот самый... Разряд молний должен после атаки некоторое время просто... Не стоя даже, спокойно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он жестко должен гореть от напалма. В общем-то, должен поджигать врагов, но должен начинать срабатывать. У меня, естественно, там за окном мотоциклист, как обычно. Так, лет как всегда у меня какой-нибудь засранец. Вечно проедется так. И вы его обязательно услышите. То есть огнемет начинает работать. Где-то секунду он работает. Бьет, конечно, слабее. Дот от него тоже будет слабее выходит. Потому что он с рюкзака. Но, тем не менее, он никак не мешает. Прикольно работает так. И раньше был баг того, что у нас огнемет и разряд молнии могли зациклиться. И у тебя просто он становится бесконечно работающим. Если с огнеметом это хорошо, то с... Разрядом молнии он начинал тебя потом дамажить. И даже придышка тебя не спасет. То есть такой баг, который просто тебя убивал. Написали разработчики, что они поправили это. Что устранен баг бесконечной работы действия этих двух навыков в акрой рюкзаке. О, фрагмент свитка попался на шару. Один из трех, который на забеге генерируется рандомно. Прикольно, если кто не знал. Регулярно-то повторяю, но новенькие появляются. Поэтому некоторые механики я таки обговариваю. Еще портал испытания был на первом этаже. Прям приятно так. Повезло с дропом. И зачем нашел магазин. Так, и давайте погнали, наверное... Нам точно не подходит матка клещей, потому что она не горит особо. Там напалм, по-моему, будет гореть. Но я пойду на конъюнктивус, пойду на ядовид источник древней источника навы. Просто хочу по этому маршруту пойти. Кому плюс еще выгоды по свиткам. Почему бы и нет. В общем-то писали, что они это исправили. Но мне писал человек, что на разряде молнии он по-прежнему словил этот баг. То есть, у меня есть предположение, что было несколько багов, связанных из-за чего у тебя мог навык этот... Это оружие могло работать бесконечно. Зависнуть тогда. И походу, что они одно из этого исправили, а второе нет, скорее всего. То есть, у меня такие мысли. Я, кстати, да, не забыл про эти колбы даже. Пока у меня есть костюмы, есть смысл их открывать. А то я как-то такой в одной серии говорю, блин, в конце серии там, типа, мол... Сколько я клеток просрал тем, что не открывал, их забывал просто. И на следующей серии делаю то же самое абсолютно. Мы берем себе акрорюкзак, наверное. Читье охотника. И передышку. Остальное нам, в принципе, особо не надо. Есть какой-нибудь... Да нет, ничего. Хотел сказать безмятежность, но даже она нам не особо нужна. Акрорюкзак берем себе. А, ну, блин, кстати, может быть, стоило сначала другое взять. Потому что у меня огнемета пока все равно нет. Этот аспект должен быть просто лютейший имбовым. То есть... Я не знаю, как мы того же пугала, например, будем разрывать. Насколько у нас будет много дамага на боссах. Потому что было удобно его выдавать. Я не знаю, есть ли нам смысл с фейерверков. То есть я беру себе и головешки, да. Основное оружие у меня будет какое-то огненное. И дополнительное тоже огненное. Но я думал такое, может быть, это интерпретировать как то, что я головешками буду быстро поджигать. Все-таки быстро кинуть поджог и убежать удобнее делать именно на головешках, чем на фейерверке. Все, до свидания. А фейерверки зато можно просто дамажить именно тогда, когда он все уже горит. Если мне нужен доп. урон еще какой-то. И меня кусака это сожрало. Пусть мне сделало. Просто огня хватает на все. Хотя у нас гранаты четвертого уровня, но прям... Два стака огня нам оба. Все, до свидания. Ну, почти. Чпонь, 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 готово. Хе-хе-хе-хе-хе. Мау. Разработчики, пожалуйста. Удерите такие места. Я от них опять отвык. Одно время я всю генерацию в сети так понимал, что, типа, я вижу в какой-то момент, да, я знаю, что внизу будет яд. Потому что они делают такие подлые генерации. Сейчас я уже опять забыл про такие места и не замечаю их сразу так сходу. Так, это продадим. И сразу уходим. Так, я хочу себе оружие, потому что я только фейерверками кидаю, и все. Ну и гранатами тоже, конечно. Блин, но напалм, когда начинается, он жесть как уничтожает просто. Х3 урон огнем. У сполохов урон огня. А какой у них урон огня, кстати, я не знаю. У них написан урон критов, именно ударов самих сполохов. Вот сколько поджигания бьет, я не вижу надписи. Возможно, что она находится на вики. У огня и гранат 72 урона в секунду. Это вроде как много. Для поджигания именно. Да. 35- 72, точнее, так, да, написано. Так, берем мы живучесть. Сегодня мы отправимся, естественно, на пугало, на бессмертные берега, потому что я хочу посмотреть на лор-комнату, комнату новую, которую там добавили, что в ней такое. У сполохов есть небольшая проблема, то, что они плохо наводятся. По-моему, им как-то в один момент улучшали наводку, но все равно она остается, конечно, далеко не такой, как у волшебных ракет, что она и справедлива, в принципе. Сейчас сполохи-то сами по себе мощнее будут по урону. Еще и статус дают. О, головешки. Все, сейчас будет уже приятнее. Еще фрагмент и еще параметр сразу. Так что сегодня у нас планы такие, чтобы посмотреть на новую комнату, посмотреть на этот аспект, обсудить еду, как я на кухне, как я, по-моему, говорил в прошлый раз, что сегодня мы будем обсуждать мой первый опыт в жизни по готовке своих котлет. Пока не буду забегать вперед и говорить, насколько это было удачно или неудачно. Думаю, что об этом я начну рассказывать, не знаю даже когда. Может, я думал, на самом деле, на бессмертных берегах, может быть, но мне там может времени не хватить. Может, лучше начать рассказывать после этой локации. Потому что я не хочу рассказывать на локациях более таких опасных, где у меня будет проклятие, чтобы меня не перебивало. Или еще чего. Понятно, либо на бессмертных берегах надо как-то. Так, я снова юзаю именно это. Ух, ни хрена себе, какой графикс. Насколько он мне не нужен сейчас. Ну, в принципе, если бы мы взяли это копье, то, кстати говоря, его до конца игры бы хватило мне вполне. Потому что хоть у него и левел маленький, но плюс 300% фронт, это жесть. Оно бы дамажило, не знаю, раза в два сильнее, наверное, чем оружие 12-го. Я по привычке захожу обратно, да. Потому что раньше я телепортировал только к выходу из этой комнаты, а потом надо было выйти самостоятельно еще. Сейчас тебя сразу из нее выкидывает. Касаемо аспектов, еще мне предлагали сделать забег с аспектом, который на инвиз, что ты из инвиза всегда ваншотишь. И, соответственно, взять к этому, например, эти самые какие-то дымовые бомбы и взять какой-нибудь стартовый меч для символичности, знаете. Такого, чтобы у меня самого по себе урона нет, а с аспектом он будет сразу ваншот. Получается, я не должен пережимать кнопку атаки, чтобы не выходить обратно из инвиза, взять хищника и... А-та-та, не-не-не, так не работает. Взять хищника и дымовые бомбы. То есть, видеть толпу врагов, входить в инвиз. И потом по одной тычке стартовым мечом просто делать так. Получается, что у тебя духоты какой-то не будет от того, что стартовым мечом бегаешь, да? И это, как бы, наоборот, символично подходит, потому что у тебя оружие получает слабенькое, ты по-другому убивать молот не сможешь, кроме как из инвиза нормально. То есть, как-то так. Нашел толпу, вошел в инвиз, и дальше стараешься из него, собственно, его поддерживать постоянно. Вообще, это один из самых имбовых, наверное, аспектов тоже, опять же, потому что ну, просто ты можешь все пролетать насквозь. С другой стороны, конечно, тебе нужен такой более-менее стабильный инвиз тоже. То есть, тебе надо и за время работы хищника либо успевать найти следующую жертву, либо чтобы у тебя откатывалась дымовая бомба, либо еще что-то такое. При этом на босса взять, например, какой-нибудь там бочкомет или что-нибудь такое, чтобы просто их выносить не стартовым мечом, потому что аспект на боссов не работает, а боссы впервые, говорит, стартовым мечом это прям духота и сколько тень будет безумная. Поэтому для такого, то есть, у меня вот есть такая мысль, что если можно такой сделаем забег тоже, но немножечко позже. Еще у меня касаемо такая оригинальная идея, никто ее вам не написал, я не помню, я ее озвучил в комментариях или нет. Возьмем себе, да? Вот так. Первый попавшийся, пофиг, какой он там. Не помню, я писал ее в комментариях или нет. О, как огнемет работает. Но он даже больше секунды работает, кстати. Прям хорошо. Что еще может теоретически с тем аспектом рваться? То есть тот ответ отрабатывает так, что ты... Милли атака твоя, вы из инвиза, да? Она ваншотит врага. Какие есть оригинальные милли атаки? Во-первых, милли атака считается наш удар сверху вниз. Он прокает милли мутации, он прокает волю к победе, он прокает открытые раны, например. По крайней мере, раньше прокал всегда. Кстати, у нас тут легендарка или это что? Да, это легендарка. Вот тут такая генерация, такая необычная, типа, не должно быть здесь особой комнаты, а она появилась. Таким отростком узнал сразу. Подумал, что легендарка, то есть... Не с таких особых, то есть у нас удар сверху вниз, да? Но это, конечно, было бы душно убивать так, если даже отработать, хотя было бы забавно. Из инвиза убивать ударом сверху вниз. Ваншотом так. Но я про другое. Я... Некоторые уже могли догадаться. Я про штурмовой щит. Штурмовой щит является милиатакой. Я когда-то делал забег, то есть мне бывает там предлагают всякие сборки, билды и так далее, что я чаще всего пробовал там пару лет назад еще. С таким уж наигрался. И вот я это, бывает, в пример ставлю, что... Как вы думаете, неужели я не играл со щелкунчиком, со снегометом, если я играл даже с такими странными сочетаниями, как Хакута со штурмовым щитом? То есть через Хакута, через метки, да? Но при этом через штурмовой щит и через доты. Штурмовой щит, чтобы он оставлял облако яда, по-моему, или нет, или нет, так, я уже не помню. Что-то на нем были открытые раны, которые... О, гранат берем, я думаю, а хотя... Не, головешки вышли. Что-то на нем были открытые раны, мутация, и, соответственно, у тебя штурмовой щит проносится через врагов, и всех врагов кровотоком пускает. А какую-то как бы одного стака кровотока в принципе хватает, чтобы раз 3 секунды или около того. Ну, то есть, вроде как хватает, наверное, не знаю, присплюсь. Чтобы он прокол свои все вот эти вот свои максимальные эффекты вносил. Свой профит. Чутье охотника. Следующая мутация берем, чтобы спамить нашими гранатами. Слушайте, а у меня огненная граната-то красная. Этот нежданчик. Ну, у меня там турелище есть, в принципе. Я че-то... Я так смотрю, знаете, такой меня смутило. Там 75 уронов в секунду, 35-75. В секунду как-то не маловато ли? Так думаю, ну, ладно, наверное, нормально. Типа, это много. Это копейки. Головяшка 333 наносит. Дайте бесцветную гранату обниваю. Я буду ее искать теперь. А головяшки дают. Блин, вот это я красиво, конечно, косякнул. Ну, ладно, зато добавим фана, что ли, сюда. Весело будет от счастья, да, так? С гранатой побегать, которая мне не подходит вообще. Аккуратненько. Да, в воде, конечно, не очень приятно еще. Она просто сгорает. Птица это толстый моб так-то. Так, не-не-не, размеренно все делаем. Просто порвали. Слушайте, а у нас огнемет, ведь он еще и... Он же критует по горящему напалму. Ёлы-палы, я про это-то забыл как-то совсем. Ёлы-палы, в самом последний момент перекатился, причем это был фейл. Мне повезло, что я смог перекатиться. Там, короче, лог от фейерверка, про который я забыл после последней атаки. У меня лог, я не могу двигаться некоторое время, я совсем про это забыл. Да, я сейчас чуть-чуть чудом просто как-то смог уйти от этого удара. Было бы справедливо, если бы я там умер, но я бы, конечно, обиделся на игру. Честно говоря. Стоп, что тут выгодно? Тортик. Окей, будем иметь в виду, если что. Давайте, наверное, потихонечку я буду рассказывать про то, как я делал котлеты. В общем-то, на самом деле, я так, котлеты... В детстве я в школе всегда обожал котлеты, да, то есть там бывает многие там не любят школьную. В столовке там что-то такое, в садике бывает, многие там не любили кушать, да, там что-то. У меня было как-то так, что мне всегда, наоборот, в садике и в школе мне всегда безумно нравилось, как готовят. Ай. Я всегда дико кайфовал, там что с молочного супа какого-нибудь, что еще с чего-то. И в том числе, я безумно кайфовал и от котлет. Что в садике, опять же, что в школе. И прикол в том, что... У меня вот когда я у бабушки был, я там, да, когда приезжал, еще давным-давно, когда мы там лет, не знаю, там в двенадцатом году и раньше, в общем-то, это было. Еще. Мне говорили вечно, что в школе вот там котлеты, они в них непонятно что, там мяса толком нет. И готовили, котлеты, которые типа вот там такой рецепт, там семейный, там все такое, там очень хороший рецепт, там всем нравится. Я говорю, что мне не фанаты, а котлетки, которые такие прямо твердые, прямо плотные, капец. Прошивает всех врагов насквозь. Что за звезде цимба? Афикс какой-то жесткий. Не помню, добавляли этот афикс именно с полохом или он был изначально, потому что я его раньше не припоминаю. По-моему, вот добавляли именно в один момент. Ну, крабы, конечно, противные. Так вот, и вот вечно мне так говорили, мол, всем это, типа, ты будешь там есть, там за уши не оттачишь, и мне никогда не нравились эти котлеты домашние. Хоть-хоть убейте, они такие, они, пусть там трижды из хорошего фарша сделаны, пусть там нету ничего лишнего в этих котлетах, для удешевления стоимости и так далее. Но они мне просто нравились, они были капец, какие плотные, твердые. Мне нравились офигенно школьные котлеты, которые такие, знаете, мягкие, прям вообще. То есть там, не знаю, ну, просто легчайше ложечки там, не знаю, разваливаются, но, не знаю, они такие нежные и приятные были. Я всегда дни дико кайфовал, мне не очень нравились. Но я никак не мог объяснить, чтобы мне дома сделали именно их. И вот, где-то хрен знает через сколько времени. Я как-то на даче, по-моему, полгода назад только задумался об этом, как-то поднялся вопрос. Давайте отнимем себе, наверное, турель огнемет тогда, а то гранаты толку мало будет сейчас. Рады, что массово быстро поджигать, не останавливаясь на этом при этом. Так, мне не сюда сейчас, заеду еще сходить надо. Так вот, и я, мне объяснили, что оказывается в этих школьных котлетах там жена папа рассказывала, что тоже она вот, ей мама как готовила котлеты, предлагала ей сделать нормальные котлеты, а она такая, нет, хочу как в школе, а у нее мама, у жены папы, то есть, да, у нее мама работала некоторое время в школьной столовой как раз таки. поэтому она знает чуть-чуть четко, как там делалось. И вот ей хотелось именно такие, и оказывается, суть в том, что было в том, что в этих котлетах в них добавляется батон, а причем так, ну, нормально батон добавляется. То есть, он размачивается и добавляется батон для того, чтобы котлеты были мягче, то есть, такие нежнее они будут, но при этом получается, что по сути они не настолько мясные, не настолько чисто-чисто мясо, соответственно, они получаются дешевле ощутимы и так далее. И вот, когда она такие сделала, типа, она такая еще изменялась, типа, ну, извините, там у нас там мяса не особо много, вот сделаем такие. А я такой, блин, я такие обожаю, и она тоже такие любит. И я, короче, посмотрел, почитал как-то, то есть, суть в том, что мне котлеты из чистого фарша, да, чисто фарша, больше толка ничего, да, может, лучка немножко, мне они как-то не заходят. А вот котлеты, которые были школьные с батоном, вот они прям мягенькие, они офигенные. Еще и у меня от домашних котлет таких, ну, об этом ладно, позже. Я решил, как раз таки, я купил фарш, купил его просто потому, что он был по скидке, купил фарш от Мираторга, вроде как, типа, должна была быть, должен быть хороший фарш, написано было Black Angus, фарш говяжий. На дату не смотрите, я потом там ставлю фотки после этого этажа, потому что это я готовил еще давно достаточно, то есть, получается, просто фотографировал, и хранил эти фотки для того, чтобы вам рассказать в сериях по клеточкам. Да-да-да, кто, блин, еще делает такой ереси страдая, да кто мог подумать, что занимаясь ютубом, снимая игровой контент по играм, да, я буду готовиться к сериям на кухне. Черт меня возьми, по-моему, идеально вообще устроился. Ты чувствуешь, когда жизнь удалась, да, называется? Ать-ать-ать-ать. Нормально, не вступил в лужу, а то бывает. Вот я взял этого фарша, он там был по скидосику. Типа, вроде Мираторг, вроде хороший, там пельмени у них вроде как хорошие, хотя мне пельмени Мираторга не так сильно заходят, потому что у них очень такое, не знаю, это плотное, не совсем что ли, мне кажется. Короче, есть пельмени, которые там, например, Мираторгер Малина мне нравятся больше, хотя они дешевле, при этом. Ну, короче, не суть, ну, нормальные пельменитосы. Наггетсы прям вообще лепота, конечно, я прям кайфуюся, да. Наггетсы, ну, это прям классика, наверное. Я так смотрю, там шоу рейтинг, у Горякова, так смотрю, продуктами интересуюсь, на меня это и актуально, в том числе. Может, много чего полезного, такого вкусного, интересного подцепить для себя. В общем-то, сейчас не об этом. Купил я этого фарша, не знал, что с ним делать, решил сделать котлеты, типа такой, попробовать впервые так. У меня здесь была секретка. Очень полезная, конечно. Чипунка, идем дальше. У меня, кстати, напалмый гранат надо поменять, наверное, да, на четвертый уровень совсем уж слабенькая. Напалм слабый получает, наверное, получает, не уверен. Хотя зависит ли от этого, от того, каким напалм я разливаю. В общем-то, посмотрел я примерно рецептики, как делаются такие котлеты, там размачиваются сколько-то булки. Это что такое у нас тут? Нет, я все-таки в эту секретку зашел. В прошлый раз я говорил, ее нашел, идентифицировал и говорю, такой, сюда я не полезу, там будет целая куча яда. Сейчас я ее нашел и залез в нее. Ладно. Там был самострел, алхимика, если что. Не алхимика. Да. Да, по-моему, самострел, алхимика там хранится. Чертеж. Еще параметр. В общем-то, взял булки, и мне показалось, что булки я взял многовато, честно говоря, потом фотки вставлю, примерно соотношение у меня сколько чего было. Взял, соответственно, лучка туда, куда без лучка, без лучка. Добавил туда чесночка еще, не знаю, пару зубчиков. То ли через чеснокодавку я, то ли просто нарезал меленько, я не помню уже. Дальше, я считал, в рецепте в этом берется яйцо, одно фарш добавляется, но там надо было как-то, там была порция в полтора раза больше примерно, но я все равно добавил одно яйцо, потому что, ну блин, а куда мне половину что лица добавлять? А куда вторую, вторую половину девать, да? А у меня фарша было немного так, здесь не нужили. Естественно, здесь лужи, нахрен. А как иначе, может быть, да? Так, это продадим. Ёлы-палы. Немножечко тут заплутал как-то. Морковка есть. Отравлено немножко. Взял, в общем-то, лучка, чесночка получается. Фарш я выложил. Никакой не через бендер и водопытный, я ничего не промешиваю, я не заместил, в смысле, вообще. То есть, я взял покупную фарш, не делал его сам. Да и я бы охренел его делать, у меня писарпки адекватные какую-то. В общем-то, не заморачивался так, для меня тоже там, ну, скажем так, ну, не для первого раза уж точно, стоит так вариться. Добавил сразу же яйцо. Фарш. Добавил, специи я фарш добавил. Не знал, что добавить, на самом деле, добавил орегано, базилик сушеный и прованские травы, там типа там розмарин, базилик опять же, все такое. Не знал просто, что кинуть решил такое, более-менее, что классическое такое мясо должно быть плюс-минус нормально заходить, правда, единственное, что на счет орегано я не был уверен, как оно зайдет, но я просто купил его, типа, надо что куда-то юзать, да? Короче, зафигачил туда такой, думаю, ну, в принципе, пускай будет, почему нет. Ти-ти-ти-ти, посмотрите, я как умею, да? Поперчить, само собой, посолить, я не помню. По-моему, я посолил, но посолил недостаточно. То есть с солью я прям сильно недоборщил. Ну, я прям, я боялся переборщить, лучше уж его недосолить, чем пересолить, да? Что исправить? Недосол можно, а вот пересол уже сложнее будет, скажем так. Я даже не знаю, что с ним делать тогда в таком случае. В контексте котлет, тем более уж. Так, нам вниз, да? В общем-то, батон, он просто замачивается небольшим количеством воды, разминается там. Я вот не помню. А, я взял не батон, я взял тостовый хлеб, потому что я хотел еще на бутера его пустить себе. То есть мне нужно было еще так. Я взял хлеб для тостов. Он, в принципе, зашел вроде как нормальный. Я, по-моему, без корок делал. Не помню уже точно. Просто подзамочил и воду лишнюю потом из него надо выжить, соответственно. Блин, я сто лет не видел эту секретку, по-моему, справа. И не обращал ни внимания, скорее всего, даже. Просто так, да? Там уже не помню, что хранилось. Там то ли запасы золота четвертого или пятого левела хранились, то ли что-то такое. Ах, мне здесь было птиц. Это был потенциальный слик, если мне было передышки, если бы я их не убил. Они по цепочках начнут взрываться, оглушая персонажа одна за другой. Просто хана сразу. Заливает землю напалом при уничтожении. Седьмого уровня. А вот берем, кстати, наш слабее даже. В общем-то, замочил этого батона. Его там не так уж много, на самом деле, на фоне фаршах. Выглядел, когда я его особенно отжал. И все это хорошенько, хорошенько замешал. Я мешать рукой не хотел. Я вообще не небольшой фанат, скажем так, руки. Маратия, если что-то где-то они у меня запачкаются, я сразу их мыть. Поэтому, например, когда я мясо жарю, его в муке обвалять, там, в спецах и так далее, я руки мою за время того, как обсыпаю мясо всяким, не знаю, раз, наверное, десять. Просто задалбываюсь аж туда-сюда, туда-сюда. Не знаю, вот есть у меня так, как это, не знаю, внимание, привычки, что-то, не знаю, как назвать. В общем-то, хорошенько так фарш вместо замешать, для того, чтобы, ну, так, до такой степени, чтобы он прям был, не выделялось в нем, чтобы такого особого. То есть он был однородный, везде, плюс-минус, чтобы в ней уже обжаривать. Брал на ложку, на столовую, да, на такую, на столовую, приличную ложку. Сколько это фарша? Так, на глаз, примерно, какие-то, какие хочешь таблетки, таблетки, нахрен, котлетки. Хорошо оговорился. Так, пышь отсюда. Откуда у него напалм-то, а? До этого, что ли, напалм его разлил? Вроде только два обычных ударов сделал, напалм в грант, попитал здесь. Ну, ладно. А то клетки сразу прошли. Ать, 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 нормально. У меня, кстати говоря, огнемет передо мной защищает от всякой мелочи, в том числе, пока я просто двигаюсь. На что стоит тоже обращать внимание, не забывать про это. Приятного. Нифига себе, как она передо мной прямо остановилась. Ну, прям разного всего. Я, конечно, стараюсь не особо, ну, не то, что стараюсь не особо быстро играть, я не могу особо быстро сейчас играть, пока так увлеченно говорю на свои, скажем так, темы. С эффектива еще один. В общем-то, обвалял это все в муке и давай. Такие, они, они, в принципе, выглядели нормально, когда я их обвалял. Ну, и на подсолнечном масле, по-моему, просто. Начал, начал обжаривать. Ну, так, прилично по времени обжаривать, чтобы они нормально пропеклись, тем более, что они там, типа, фарш много, все такое, чтобы они внутри приготовились. Не помню, честно говоря, сколько в упор, потому что это было-то порядка месяца назад или около того. Так что не обессудьте. И сразу, ребят, говорю, никого учить готовить я не собираюсь, я просто рассказываю о своих первых, скажем так, опытах в готовке чего-либо, либо что-то, что-то еще. Просто потому что это, не знаю, лампово и многим интересно, так приятно послушать бывает. Ну, и у кого-то тоже, можно сказать, свои как удачные опыты, так и неудачные опыты были. Когда я их пожарил, я, на самом деле, забыл их сфоткать, первую партию, которая получилась лучше. Я сфоткал только вторую, потому что первая у меня она сожжена, она была быстрая до Саши. Причем я такой, знаете, такой решил продегустировать сначала. Съел одну котлету, потом такой, думаю, не знаю, надо ли их дожаривать еще или вроде как нормально. Типа не было никакого ощущения такого странного. То есть все вроде как готово. У меня на всех ощущений немножко пожарил. Как-то не заметил, как я там еще что-то съел кусочек. И в общем, как-то, я не знаю, они из-за того, что чисто мясные практически. Хотя нет, не чисто же мясочные, наоборот. Я как-то от пары котлет я уже такой, блин, а я есть не хочу. Когда они приготовились, такой, думаю, сажусь такой, и что-то такое, я есть уже не хочу. Я уже наелся, наелся вроде как. И выглядели вот вторая партия, она выглядела уже хреновая. Тем более на моем фотике. И проблема в том, что у меня еще лук начал немножечко подгорать, где он местами вылезает из парши. У меня он там таким прям темноватым стал. Но на фотке у меня все это выглядело хуже, чем в жизни. Опять же, ребята, у меня фотик не очень хороший на телефоне. Мягко говоря, он 3 секунды фокусируется, фотографирует как из жопы. В общем, как-то так. И честно говоря, проблема была в том, что они были максимально безвкусные, максимально пресные. То есть я там с солей, конечно, не добрщил сильно, но прям вот что-то как-то мне они не зашли, честно говоря. То есть я покажу, конечно, как это готовилось у меня. То есть я не знаю, что туда надо было добавить, чтобы они обрели какой-то вкус, но они вот как домашние, что делали у меня, да, там от бабушки и так далее. Мне они не нравились на вкус как-то, особенно после холодильника их вообще было, они просто камень какие-то были. Так и тут мне тоже, честно говоря, не особо зашли они. Я не знаю, какое-то что-то брать, если честно. Я бы взял туралегнемет, она хотя бы нормальная. Яд оставляет, облако яда. Наверное, да, она лучше всего из предметов из этих. Так, и тут я себе таймер выпишу, 19.01, когда я буду вставлять эти фоточки. В общем-то, если говорить по порядку, вот я взял фарш эмироторговский, касаясь фарша, у меня есть еще что сказать, кстати говоря. Нарезал, соответственно, лучка. Справа там у меня еще и чесночок, соответственно, в этом. Слева у меня батон после того, как я уже в воде его размочил и отжал. Выглядит, конечно, он как, я не знаю что. Какой-то ком тесто, что ли, словно, я не знаю. Фарш добавил, дальше желток, соответственно. В смысле, просто яйцо, в принципе, да. Потом дальше закинул туда все оставшееся у меня, кроме батона. То есть, лук с чесночком и вот специи, которые я туда добавлял. Ну и батона. И все это вместе дальше потом начал перемешивать. Перемешивал, не знаю, минут, наверное, 4-5, может быть, может быть, 3. И, в принципе, так выглядит. То есть, не видно там, что хлеб, что-то есть, еще что-то такое. Просто типа, как фарш, может, там немножечко лук различим. Не более того, да. Беру такое на ложечку, дальше примерно так формирую что-то более-менее такое, да. В муке все это обваляю. Правда, муки я набрал много, потому что фарш у меня был там в одном упаковочке. И не то, что много котлет прям получилось из этого. Вот они вроде как лежат на этом самом, как его, на доске у меня нормально. Вроде как, выглядят все такие правдоподобно вполне себе. Разве что, они, видите, там немножечко трескаются. Мне кажется, что я многовато, возможно, хлеба добавил или многовато лука. То есть, надо было, наверное, их сделать с более такими плотными. Не знаю, хотя я не сказал бы, что они были слишком мягкими. И когда они опошались, выглядят они ни разу не аппетитно, честно говоря. Далеко не так красиво, как, допустим, купить какие-то магазинные в Ермольне, например. И, честно говоря, вот первый опыт, это первый мой опыт жизни был с котлетами, с самодельными, да, с фаршем. В принципе, я никогда ничего не делал. Меня как-то не особо впечатлило. Я такой, типа, съел их и такой, блин, ну, пожалуй, я в Ермольне буду покупать котлеты дальше. А там котлеты нежные называются, из индейки. Они стоят что-то как-то 319 или 329 рублей за килограмм, а килограмм это прилично, так, штука, там, я не знаю, штук 8, может быть, надо их 9, не знаю. И их так, одной котлеты хватает себе вполне себе на полноценный прием пищи там с чем-нибудь гарнингом-то. И прикол в том, что они прям плотненькие, да, но при этом нежные и мягкие. То есть там нет какого-то обилия ингредиентов, они там, то есть индейка и прям офигенно насыщенно вкусные. Я не знаю, охрененно просто котлеты и при этом их готовить как нифиг делать. То есть они уже плюс-минус готовые. Все, что тебе надо, это их там пожарить на, получается, на масле подсолнечном, да. Ну, я единственное, что я делаю немножечко посложнее. Я масло разогреваю сначала с, со специями какими-то, да, там, специи разогреваю, чтобы они немножечко аромата дали в масле. Не знаю, насколько это дается, но когда котлетам налипает, скажем так, какой-нибудь там красивый, приятно. Мне, по крайней мере, нравится. То есть я разогреваю так, потом дальше кидаю туда котлеты, обжариваю с каждой стороны минуту, не знаю, там, поиска так, чтобы они до золотистой корочки. То есть, примерно так образовалось оно. Да елы-палы, как по тебе-то попасть-то нормально? Он вообще наводиться не хочет, посмотрите, а? Честно говоря, ожидал больше. Сейчас от огня на конъюнктивусь. Но просто проблема в том, что фейерверки у меня вот, конечно, не слишком эффективны сейчас. Ну ладно. Обжариваю с двух сторон до вот такой золотистости, да? И потом закидываю, заливаю. А, и что такое? Еще у меня глушилка. Тихо. Нормально, держимся. Немножечко один момент потерялся, мне там еще уведомление с телефона прилетело. отвлекся на него на секундочку сейчас. Я бы хотел без урон убить, потому что мне нужна граната огненная. Если вдруг повезет ее выбить, будет хорошо. Так, окей, конъюнктивусь без урона есть. Готово, в принципе, так. Я попутно про это говорил, поэтому убил его достаточно медленно, не агрессивно, и мне нужно было стабильно его вынести. Так, с полохи продаем все это. А, граната нет. Так, мы куда пойдем? Дремлющий храм, либо чем я тут кладбище, да, есть еще? Я бы, честно говоря, в храм бы даже сходил. А после... Стоп! Стоп, а как я в Бессмертной берега-то собрался идти, интересно? Стоп, а дайте мне карту. Я так что-то задумался такое, а в смысле? Карта у меня как там посмотреть? Сдоровление, во! Кладбище, а в Бессмертной берега вот как попасть сюда-то, а? Вот... А мне не показывается, куда я могу пойти. Из невыносимой громницы не показывается, что я даже на кладбище могу пойти. Что это такое, а? Мне показывает только основной маршрут. Ну, карта недоработанная, конечно, а сыроватая такая сейчас здесь выглядит. На фендоме она намного лучше смотрится. Вот вам для сравнения как карта выглядит на фендоме. Карта здорового человека называется. Тут, конечно, информация даже с излишком, то есть не с излишком, а она с излишком для игры была бы. То есть игроку не надо знать, что у него столько-то параметров, здесь такой-то шанс на проклятое сокровище и так далее, да? То есть это именно в игре. Но она прям насыщена информация, это прям вот идеально. И тут на маршруту написано, как куда попадать. Вот у меня конъюнктивюс, вот у меня где бессмертные берега. В бессмертные берега я могу попасть из святилищ, дальше из, получается, деревь на сваях и из кладбища. То есть мне идти на кладбище. Только так. В храм, к сожалению, я не могу пойти, потому что я из него просто туда не доберусь. Здесь у нас карта вот. Вот я вижу локацию. Я не могу узнать. Типа, я могу посмотреть, что это. Пещеру мне показывает. Вот у меня древнейший храм ведет в пещеру и в убежище стражника. Про бессмертные берега мне ничего не пишется. И у меня есть предположение, почему она выглядит так ущербно. Смотрите, почему здесь показывается именно древнейший храм, а не кладбище? Потому что для древнейшего храма не нужна руна. Руна нужна для кладбища именно. То есть тебе показывается тот маршрут, который у тебя доступен на 0 BC на пустом сейве. А почему он не прогрессирует, я не знаю. И, например, показывается, что в пещеру я могу попасть через древнейший храм. А почему мне это показывают? Я что-то могу попасть только с клетки босса. Я не знаю, как-то недоработанная карта выглядит, конечно. К ней есть некоторые вопросы. Но мы идем, значит, на кладбище в таком случае, в любом. В общем-то, и дальше вот я приезжали вот эти конкретные индейки. Да, офигенный у меня переход с темы на тему. Туда-сюда. Просто в любви там обсуждение косяков, багов в игре. И, блин, ну даже не знаю. У меня прошивания всех целей насквозь. Мне это нравится. Заморозка. Прошивание одной цели. Можно поискать какой-нибудь афикс. Если найдем что-то интересное, тогда я возьму легендарку. Если нет, то до хрена с ней. Блин, обидно, что в святилище не попадаем. Там могли найти горнату хорошую. 15% урона нет прошивания вообще. Прошивание одной цели. Ну, я пытался найти, я не нашел, короче, трэш какой-то остался. Пытался найти, хотя бы 15% урона и прошивание хотя бы одной цели. У меня сплошной урон при фулл хп. Вообще не то, что надо. В итоге я слил все деньги на рерол легендарки в очередной раз. Не нашел ничего полезного, к сожалению. Так, давайте качать костюм тесницы, я думаю. Котлеты из нерволина я не фоткал. Думаю, что смысла особо нет. Но рекомендую, по крайней мере, нежные. Вот прям мне безумно нравятся вот эти котлеты. Они называются нежные из индейки. Кому нравится такой более легкой, на 100 зайдет, я думаю. Вот я их прижарю с двух сторон и дальше я заливаю небольшим количеством воды, там, я не знаю, полстаканчика на 4 котлеты. Может и, да. И оставляю на достаточно большом огне просто вот так, чтобы они доходили. И там они минут 15, там 20, может быть, они доходят в этой воде постепенно еще. И просто они, получается, и корочка образуется, и внутри они полностью готовы. При этом они так немного набухают, но при этом они никакие там не мокрые, ничего такого не будет. То есть они будут очень-очень сочные даже. И вот я их так готовлю, прям без заморочек ты покупаешь нервольные котлеты, которые стоят дешевле, чем домашние сделать, потому что фарш этот, блин, он стоит недешево, нихрена. Ну так, относительно, да. Если самому покупать, то и подавно, наверное. У них нет ничего лишнего. Они охраненно вкусные, насыщенные. И это из индейки. Это для меня гораздо вкуснее, чем из свинины или говядины, например. Не все любят индейку, конечно, потому что она такая диетическая, легкая, еще легче, чем курица. Но я, например, у меня просто такая проблема, например, что я не могу нормально есть свинину или говязь, но именно фарш какой-то. Котлеты. Не знаю почему, но у меня от этого изжога. Прям такая. Причем, чем больше содержания, я замечал, то есть если котлеты чистые из свиновой или говяжьего фарша, да, то у меня от них прям вообще капец. То есть я там съем котлеты и прям весь вечер буду мучиться. Воду пить. Просто тоннами. Если у них вот так был батона немного, то тоже эффект был, но не такой сильный, потому что, собственно, содержание самого вот этого фарша, оно меньше. И плюс еще у меня есть претензия к фаршу, по крайней мере, который мне попался. Например, торговский вот этот я покупал, который я вставил подку. На котлету вот таких размеров 1-2 кусочка какой-то не жующейся хрени попадается. То есть какой-то то ли кость, то ли что-то еще. И я замечал, что в покупном фарше такое просто вот постоянно практически. Очень часто какая-то хрень попадается. Это не просто, знаете, такая жилка или что-то такое еще. Это именно такое, что прям хрустит, как камень, знаете. Если гречку нормально не переберешь, то такое попадается. Я не знаю, я прям постоянно на такое натыкаюсь. И буквально вот по штуке две на котлете. И ты в итоге очень аккуратно стараешься жевать, чтобы на такое не нарваться, чтобы зуб нахрен не сломать. Прям в общем-то не под впечатлением от этого было. Я такой думаю, и ради этого я так заморачивался еще. Да ну нафиг, реально изъемоленную лучше буду покупать дальше себе котлеты и все. Покупаю и счастлив, в общем-то. Там у них есть и свинина с говядиной, по-моему, или просто из говядины, не помню, уже котлеты. Но мне они меньше нравятся. У меня от них не такая сильная жжога, кстати говоря, как от каких-то покупного фарша. Но все равно я предпочитаю индейчные. В общем-то всегда. Не знаю, я просто тачусь от такого, от мяса индейки. Так что вот касаемо котлет, у меня вот первое знакомство, первый опыт с фаршем был, получается, такой не самый приятный. Я не ручаюсь, конечно, что везде фарш такой или что-то такое еще. Но вот домашние котлеты, даже вот, которые считали, называли там удачнее, которые другим нравятся, ну, далеко не всем мне нравятся настолько. То есть есть какие-то магазины, допустим, котлеты, там морозки или там еще какие-то такие, да, которые, ну, странно выглядят, мягко говоря, да, которые именно, что масс-маркет чисто. Ермольный все-таки такой более домашний, что ли, магазинчик с очень таким приятным качеством продуктов. Если смотреть какие-то какие-то котлеты в магазине, я, допустим, могу их поесть, но, конечно, там они уже сделаны, скажем так, ближе к Макдаковским, верно. Там говядина, механическая балка и так далее. В общем, не знаю. Но при этом, например, котлеты, которые домашние готовила жена моего папы, мне понравились очень. Я не помню, у меня от них что-то было или нет. Возможно, что тоже было, потому что если говяжий фарш и что-то в этом духе, то мне все-таки от него как-то не слишком хорошо. Но вот как-то так и для себя, то, что я понял, это, во-первых, надо не перебарщить опять же с луком, потому что если луком у тебя выступает, он пригорает. Возможно, что у меня как раз-таки даже не именно от говяжьего или свиного фарша, а именно от того, что они жирнее. Потому что, например, когда я делал куриные котлеты по рецепту Лазерсона, такие не котлеты, а есть такие котлетки скорее. Не знаю, как раз разница охренеть, да? Я об этом тоже когда-то давно рассказывал, как делать. Там была суть в том, что ты у тебя получается такой мини-маринадик, да? Но что-то по аромату очень напоминающее. Там был... прикольный амурет. Там был самый лук, там был майонез. Ты в этом как бы все перемешиваешь и получается так, что у тебя в идеале даже сделать так, чтобы оно не дожарилось до конца лук. Поэтому у меня звук в видео дарендерилось по вебоду, по паучку. Попутно я сегодня весь в делах просто на это самое. Не успеваю ничего. Очень много планов, очень много дел. Так вот, да. Я сбился с мыслью снова. Еще у меня нахрен говорил просто секунду назад. Вообще, такое, знаете, бывает такое просто чипоник, щелчок и все, и не помнишь просто. В упор не помню. А, вот, про котлеты. Так вот, удобно, когда лучок, он даже не до конца такой выжаривается, а когда он чуть-чуть чувствуется, но у него горечи нет, от него остается сладость, и он такой, типа, немножечко мягенький. Не знаю, я прям тащусь с такого очень. Так, а вот у меня и проклятый сундук. Ну, берем, наверное. И вот там как раз-таки такой получался. И у меня от этих котлет тоже была изжога, и это было, скорее всего, из-за того, что там был майонез. У меня от майонеза так нет изжоги, да, но он жирный получается, плюс еще, когда это все жарится, то это прям кипец. Мне кажется, что у меня от жира, скорее, от жирной какой-то пищи такой, поскольку от индейки, от курицы такого самого по себе нет. От этой штуки оно было, а от говядины такое тоже у меня, собственно, имеется. Поэтому-то вполне такое логичное предположение, по крайней мере, кажется. Ну и на вкус, в принципе, у меня как бы тоже у меня говядина, получается, мне меньше нравится даже в принципе. То есть я не то, что пострадаю от того, что, мне скажем так, я не особо могу и нормально есть. Не особо горю желанием из-за изжога, изжоги. У меня не сильно-то пострадаю, потому что мне все равно из курицы из индейки нравится просто по вкусу чисто больше. Я просто гораздо больше ловлю кайфа, знаете, от того, что не знаю, как она в консистенции, что ли, да, ощущается тем, что она, не знаю, как курица индейка, они все-таки легкие, мягкие, приятные. Просто как-то просто лучше, как ты. Они заходят. Все, хорошая реклама уже курица индейка, да. Я просто не могу передать свой восторг. Бессмертная берега. Кстати говоря, мы святилище, получается, скипаем даже. Я что-то не подумал, да, об этом, то я не хотел в них все идти, потому что там локация максимально всратая. Ну, она красивая, все такое, но сделано максимально неприятно для игрока. В плане, что проклятый сундук там посреди целой пачки ловушек и все в этом духе там ловушек, в принципе, там целая куча всяких разных. Так, а у меня на этом, значит, заканчивается стаж, да? Головешки я теперь чекать не буду, я думаю, даже особо. Идем к Бессмертной берега и не факт, кстати говоря, что я найду там эту суперсекрет, как сказать, просто секрет. Лор-комнату нужную мне, ну, посмотрим. В прошлый раз я пропал испытания, пропустил, по-моему, на 11 или 15 минуте видео мне это написали, или парт, ну, в прошлый раз, да, да, несколько человек написали. Да, регулярно я их, ребят, пропускаю, но ничего не поделаешь. Я слишком увлекаюсь разговором, извини, в том числе. Ну, и на пол редко смотрю. Так, пощабли потихонечку дальше. Будем смотреть на эту комнату. Так что у меня примерно вот как-то так с котлетами обстоят дела, а Ермолинский дико, ребят, рекомендую, кто хочет какие-то покупные, допустим, покупает, да? Мопс, милдроп, мот, селс, энд, галдки. Ага, понятно. Это мы знаем. Вот, может, возможно, север это самая комната. Быстро нашли. В таком случае. Может, не она. Не, не она, походу. Я, по-моему, эту комнату мы видели. Кроме чисто такую, я помню. Да, в лоркомнатах обратите внимание, что таймер не идет, хворь у нас не наполняет, соответственно. Поэтому паримся, что-то есть, что. Кажется, странно знакомым. Череп. А, ну да, она наша, типа. Тут, собственно, эксперимент ставятся там, похожие наши. Вот так, мини-гомункулы. Вспоминаю о Краша Бандикуте. Там в третьей части, по-моему, был уровень, где были мини-версии Краша. Краша, Краш, как его фраза называют. Как-то вспомнилось мне. Я еще, помню, спорил со знакомым, типа, мол, нет, это не версии Краша. А он говорит, нет, это версии Краша. Я такой, нет, ты чего? Я подумал, что, может быть, даже в брутальности вот с огненной гранатой, хотя... Ну, кстати говоря, я себе пошел в брутальности, у меня бы работало, у меня все навыки, все оружие тоже примитив брутальности имеет, но у меня тогда бы мутации не работали. И, соответственно, мой огнемет не работал бы в рюкзаке. В рюкзак можно было бы поставить факел, я помню про это оружие, тоже обожаю его, но оно чисто красное, как раз таки, да, оно для брутальности. То есть в брутальности можно с этим же стапом играть и через огненную гранату, но тогда либо брать себе рюкзак другой и ставить туда факел, но я бы тогда рюкзак, в принципе, не брал, мне кажется, что акрорюкзак намного интереснее там. Просто если в миле оружие мало оружия, в котором толк именно в том, что он по факту разок тыкнул врага и все, тут же у нас дальние многие какие-то там ну, ладно, статусные, там факел тоже статусные. У нас есть тихо-кута там и снегомет и прочее, 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 что очень хорошо работает с акрорюкзаком. Дикый рюкзак же выглядит немного сухудновато в этом плане, потому что... Ай, блин, нахрен уйди! Присосался. Так что все-таки, мне кажется, в тактике вот такой сетапчик выглядит ощутимо интереснее. Так, я это брать не буду. Мне, кстати говоря, в идеале искать урон по отравлению. У меня есть напалную гранату, четвертого уровня, нахрен, гранаты. Надо поменять ее. Я как-то увлекся. И у всего остального тоже потихонечку искать. Может быть, есть смысл как раз-таки, между прочим, взять... Не помню, у легендарки, по-моему, мне даже не попадался урон по отравлению. Ну, такое мы сейчас если попадется в магазин с оружием, то поищем в магазине, потому что шанс найти, в принципе, большой будет. Вот я возьму себя. Докуржок дает хотя бы. Который мне вполне себе может пригодиться. Почему здесь напалм появляется? Я вроде... Не замечаю, скорее всего, как там напалм просто остается. Ну да, видите, типа вот здесь напалма не было точнее, я нифига не критую. Он не появляется на врагах. Самоцветик полетел. Потому что самоцветов много дропается. Я так смотрю. Вот он. Так, это не лор-комната? Это лор-комната, кстати. Здесь что-то было написано, по-моему. А, это скамеечка, да, да. Дела отступников не лучше, чем у остальных. Так, не исправили. Все реже и короче мгновение, когда мой ум ясен. Я не доберусь до маяка. Может, не удастся найти достойное место для отдыха здесь, внизу. А, ну это садовник писал явно, наверное. Да, 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 да. Это стопудово садовник. Видите, там на вилле как бы он находится, письмо. А он как раз таки вниз и пошел. Сейчас подумал просто про королеву. Все мысли, соответственно, вокруг нее крутятся сейчас. После прошлой двор-комнаты новой. Но я думаю, что здесь относится в контексте садовника именно нашего. Ну и садовник, то есть пугало. Так, это продаем-с. Думал, сейчас садовника пугало. Это просто там как-то, знаете, так... Я лорд клеток, я когда-то его знал хорошо. Но я его когда-то знал хорошо еще два года назад. И за два года я его конкретно так уже многие детали не помню. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить вообще. Садовник это просто у нас, скажем так, ключи садовника, да, получается? Наверное, да. Вряд ли разработчики изначально планировали добавлять какую-то пугало, например, да? Ключи садовника были задолго до этого. Хотя, может быть, они и магнитки вязать. Я думаю, что пугало и садовник это... Скажем так, садовник скорее у нас... Не вещественный персонаж, а просто типа, ну вот где-то там, когда-то там уходит садовник. Вроде это не одно и то же. Потому что в комментариях порой этим задавались вопросом. Если я не найду сейчас лор-комнату, значит, придется, скорее всего, как-то ее еще в другой раз искать, что ли? Тактика. Клетки. Так, надо бы 60 кило тоже сделать. Было бы неплохо случайное оружие. Так, у меня оружие из тактики, пожалуйста, да. Огнеметчи. У меня 8 уровня. Я здесь предлагаю от 11 даже. Если урон пока по яду будет вот такой, например, да, это вообще шикарно. Взять его, может быть. Ух, ни хрена себе. Вот это огнемет. Вот такой хоть на основной слот бери. Но, на самом деле, в акрорюрюрзак наш, есть смысл только огнемет ставить. Все остальное будет вообще никакущим. Поэтому вставляем так. Так, ищем еще себе урон. Ух, ни хрена себе. Прикиньте, какое жесткое поджигание будет на 19400, и оно еще и х3 нахрен. Не знаю, можно было бы взять по приколу. Но я не уверен, что я с этим выживу, потому что я одну тычку получаю, и все, и дальше умираешь. По сути. Мне кажется, мне это не надо. Я сейчас буду разговаривать на еще некоторые темы, возможно, местами. Может, не буду. Может, я уже все рассказал. И мне будет, скажем так, недоконцентрация какой-то. Это еще предлагают, но урон с уроном по яду. Так, ладно, можно взять все-таки какие-то головешки с другой стороны. Я даже не знаю. Они не основной мой урон. Ну, давайте попробуем взять, может быть. Тогда сейчас надо будет больше салитачиться на игре. От пугала, блин, от пугала можно улететь, на самом деле. Этот аффикс для меня, честно говоря, чаще всего не стоит того. Я могу пройти игру и так, а он добавляет такой существенный шанс слиться. Потому что ошибки все равно ты рано или поздно время от времени можешь. допустить какие-то, хоть у тебя все ваншотятся, но тем не менее. Блин, я с броска чисто. С броска коловешки ваншотч, а у меня еще икс-два урона. Это должно быть очень много дамага, который по тикам фигачит так. Но тогда мне надо сейчас остальное практически не использовать. Если пользоваться, то огнем стараться кидать именно с головешки. Я не знаю, как именно работает наш огонь. То есть, если у меня 5 стаков огня от сполохов, например, на враге, я кидаю головешки. Он обновляется как-то, или как это будет работать у нас? Хрен его знает. Я вот насчет этого не могу сказать по 100%. Так, у меня есть жрачка, если что. У меня есть магазин еще. В магазине надо поискать гранату нахрен. Либо сполохи. Хотя сполохи не особо надо даже. Включайные навыки. Так, граната... Да, третика. Во. Нормас. Правда, афиксов маловато, но... Издержки, скажем так, этого типа оружия. Конкретно этого оружия, точнее. О, фига какой огнемет, кстати. Прям хорошая я возьму. Хоть тот бафл нам урон, когда мы рядом, естественно, для головешек он был бы мощнее. В общем, у меня это слишком хорошая. У меня сейчас самая слава получается с полки, наверное. Все остальное у меня около топовое. У меня все идеально сочетается друг с другом. Ну, там, плюс минут, идеально. Толк от такого фул огня билда, скажем так, тоже мало еще и потому, что ты от поджигания, от горящей напалмы ты не играешь. Лодка, по-моему, у нас была лодка тоже раньше. Да, да, лодка была. Деревянные лодки, они хотели сбежать. Почему же некоторые остались? Значит, это как раз некоторые предположения свои строили. Типа, вот у нас, ну, мы тут видим. Но новые лор-комнаты я так и не встретил, кстати, по-моему, сейчас. Она может не заспавниться спокойно, тоже такое могло быть. Я ее, по крайней мере, в упорную не вижу. Так, идем запаснее параметра. 29 будет параметра. В принципе, нормальный результат для пугов, но вполне такой адекватный. А, блин, в этой локации по-прежнему та же беда, что и была изначально, да? В ней не хватает порталов. У нее они встречаются слишком редко. Там, типа, закономерность вроде как все равно соблюдается, Которую тут прописали. Но проблема в том, что их все равно здесь крайне-крайне мало. Ну и сейчас мне получается мне без разницы у меня хп, даже если я получаю урон, то я плюс-минус подыхаю. Ну, у меня сначала предыдущик срабатывает, дальше я паю банку, а потом у меня ваншот один сразу срабатывает антиваншот. И все. Хотя есть ли способ банку пить, кстати, я вот так вздумался еще. Потому что я сначала получаю передышку, антиваншот остается на месте, правильно? Восстанавливай себя обратно с дарой ралли-объектом, если и потом у меня антиваншот работает еще. Есть смысл банку пить во время работы? О, стоп, 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 стоп. Я что-то как-то, да, я что-то вообще не заметил, проскипал секретку. Не секретку, а лор-комнату. Так, а вот это, мне кажется, что скорее всего новое, да? Ну, я, честно говоря, не уверен, но я такое не помню, по крайней мере. Но я мог тупо забыть. Ненавижу их. И, похоже, не только я. А, это те, которые призывают, собственно, воскрешают. Надеюсь, мы никогда не встретимся. На них здесь прямо опыты жесткие, если они опыты... Какие опыты нахрен? Это просто какие-то пытки. Баг. Кто бы ни натворил это, он явно был не в восторге от месячных экспериментов. А, местных экспериментов. Типа, а, возможно, знаете, типа... Возможно, что это предыдущая версия нас сделала, хотя я сомневаюсь, потому что, по сути, эксперименты проводились над... с выведением либо над такими же, как мы, либо около того, то есть проводились они вот этими существами, судя по всему. Они их выводили, да. Они воскрешают подобных нам. И кто-то очень их не взлюбил за эти эксперименты. Возможно, либо мы в одной из своих жизней в предыдущих циклах, либо кто-то подобный нам, либо я не знаю. Может, что-то еще. Я не уверен, ребята, новые это лоркоматы или нет, потому что я в упор не помню, какие я видел, какие нет. Я лоркоматы почитал так и забыл про них, как правило. Ну, все, идем дальше тогда. Ну, что-то про лидобой я вроде как сказал мысли свои касаемо отпустили. Надо именно кнопочку нажать. Про инвиз и штурмовый щит идею я тоже озвучил, скажем так. Мне кажется, интересно звучит, если, конечно, это будет так работать. Теоретически должно, на практике не уверен. Напал на гранаты, а что еще больше, что урон, а что мне жалеть-то, да? Но толку ли будет от нее? Она ниже уровнем, у нее нет урона по яду. Хотя, ну, типа она сама по себе бахать будет мощно, конечно. Ай, давайте возьмем, короче, что толку-то? У меня все равно в ваншорте сейчас все. Посмотрим, что получится. Главное, чтобы меня на локациях тоже не сгрызли где-нибудь. Банки я буду жрать не щадя, только вкус, как только так сразу понадобится и все такое. Пугалы должны порвать быстро, я единственное, что опасаюсь его вот этих вот грибочков, мелких которых я могу тупо не заметить, и грибов, которые он выкидывает, потому что он их выкидывает, плюс еще бьет своей лопатой, и ты такой, ааа, черт, что делать? Ты теряешься и отхватываешь хорошенько. О, как там странно, видела, видели, уперлась в какую-то невидимую преграду, что ли? Так уж отсюда пошел. Как я тебя ненавижу, какой он просто, кто придумал этого босса? Нет, босс интересный, но кто додумался его сделать настолько на спидах каким-то диким? Не знаю, ну типа вот, я головешку едва ли успеваю кинуть, как бить медленным оружием? Объясните мне. Я не знаю. Так, ну мы получаем легендар... Да пусть и меня. Получаем легендарку и надеюсь, что это будет граната. Если нет, то, ну, блом, блин. Я даже в особом режиме не могу нужную легендарку найти. Просто капец. Не нашел. Нахрена мне эта головешка? Могли взять две головешки, кстати говоря. Я об этом не подумал, хотя от этого толку мало. Мы просто будем спамить двумя, я не знаю. Но можно было сделать. Ёж твой налево. Я тебя перепутал. Так, ребят, я закрыл, игру через диспетчер задач, но, к сожалению, эта фигня уже не работает. Мне не откатило мой реролл адвиксов, мне его сохранило. Раньше такая фигня работала, потом ее понерфили в один момент. Я думаю, только проверить на всякий случай. Я не люблю такие абузы и так далее, то есть это нечестно и все такое. Но сейчас у меня не на это был акцент, и просто я... Просто мисплей, просто мисклик. Я хотел... Ну, ёж твой налево. Ну, какого хрена? Я хотел клетки сбагрить, 25 клеток, а он дальше находится. Я их вечно... И он упал. Почему рероллчик афиксов находится в комнатах после босса намного раньше, чем коллекционер? Я не понимаю, он обычно должен стоять вот здесь. Вот здесь он должен стоять. И я не раз уже его путаю так местами. Ну, просто да. Ну, тогда мне из гранаты смысла нет никакого теперь. Давайте возьмем на отравление. Даже афиксы нашел, нихрена себе нужные. Ну, тогда зато, ребята, давайте погнали в винокурню для интересов. Я там давно не был. Так бы я туда нахрен не пошел, потому что там сратые ловушки, опять же. Тоже писали недавно, обсуждали в Дискорде, что винокурня какая-то долбанутая по ловушкам и так далее, но, как я и говорил много раз, новые локации, в которые разработчики добавляли. Последними. Они там прямо свой потенциал хорошенько так разыгрались, уже посмирее себя чувствовали. Уже новые какие-то там особые механики. Скажем так, добавлять не боялись. И тут, конечно, они нахреначили и бочек, и ловушек, и так далее, и платформинг здесь стал гораздо более безумным, чем на, скажем так, классических локациях клеток, которые были первыми. У меня не то, чтобы сильно просить дамаг, может быть, даже хорошо, кстати говоря, что я скинул этот афикс. Знаете почему? Потому что не так объективно, я посмотрю, что-то вы налево. Не так объективно, я посмотрел на свой аспект, если у меня апекс плюс 300% урона с головешек. Потому что... Потому что так было бы непонятно, насколько сильно он бафает нас. У нас и так все, он дичайше сжигалось, на просто мы пугало видели, и какой там урон был дикий. С урона головешек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, начинается, хрень эта адская. Просто сваливай отсюда. Тут, конечно, генерации просто жесть. Игра, ну и награждала бы игра хоть как-нибудь там светильщик например награждает себя хотя бы там легендарками что-то есть такое оригинальное здесь у нас ты получаешь только рак жопа скажем так не знаю с того как бочки в сети расположены ничего больше ну и конечно фанат того что ты ходишь на другую локацию не на стандартную им просто даешь твой налево мне нет слов серьезная я я поэтому не собирался дайте затем аффиксом если мне попался если его не рерону я бы сюда не пошел бы сто процентов но я я серьезно я собирался не поиграть я небольшой фанат но тут я такой его взял на пугало тем более даже потом просто мисплей но обратно уж я его искать не стал бы потому что меня меня спрашивали помню не раз еще видео про ваншот боссов типа а где аффикс на плюс 300 ворона или то что существует что такое аффикс и так далее да он существует но я его встречаю в одном из не знаю 50 забегов 100 забегов ну ладно 50 100 ну там 25 забегов наверное да типа он редко встречается прямо очень редко он прям не часто это не какой-то легендарный аффикс этого обычных оружия аффикс такой собственно обычные обычные оружие нашли его получается но встречается он крайне редко я не уверен у всех и оружие в принципе но рассчитывать на него я бы точно не стал и соответственно видео про ваша босса мне не было как у нибудь моды лишь на такой еще на целую кучу роллов на бесконечное золото либо еще чего чтобы прописать это поискать ну и там это принципе не особо даже надо было надо так делать это продаем две банки на винокурне просто и не сейчас будет третья банка вы чекаете да ага я помню понял все тут мы так открываем тут мы дверь языка о гениус закрыл дверь не с той стороны да тут и так проходишь на дверь закрываешься в другую сторону тебя бочка улетает здесь мы хрен его знает что делать а тут бочки по бокам закрывать надо же все хорошо есть нет а там ключ обалденно она хотя есть не трудно протащу нет и здесь а нормально мощный так принципе почему бы и нет тактика правой стороны налево просто бочку катнуть толкнуть ее чем-то но я не ищу легких способов так неинтересно сполохи а теперь с этим раз во всполохах снова появляется смысл потому что мы правда не на слабенькие совсем потому что вы не хотя бы теперь урон как-то вливается у нас теперь головешки не все уничтожено не все они гируют по по-прежнему самом деле но теперь исполнить вносили бы какой-то профит скажем так есть хорошо у нет блин это это сратое место опять же да я его не помню в упор она не такой экстрата как я думал я думал здесь целый кучу бочек нет это же одна из новых генераций которые я не особо изучил может видел ее буквально пару раз зачем вы просто сюда идут за сундуком аспект просто лютейший конечно надо будет другие спекты тоже никак не открыт но мне впаду просто умирать 10 раз там 9 уже осталось но как-нибудь открою тоже не просто сейчас надо нас нет пока у меня есть те которые я не попробовал еще следующим аспектом я не знаю какой будет возможно аспект на кровавый меч потому что я хочу тоже него посмотреть который лечит тебя по три процента от твоего хп при ударе покрывать точечи цели это просто жесть кровавый меч берешь и все кстати говоря вот они же сделали получается аспект налет аспект на кровь аспект на огонь аспект на электричество по моему нет что ли да я не помню точно может и есть я не считал все аспекты просто мне кажется подошел бы такой просто не на разные статусы получается добавили но не уверен что на все можно было бы сделать забег на максимальный кровоток то есть у нас здесь огненная первая прошла был ледяной просто какая-то не знаю ледяная хренатень тут у нас максимально просто огня с кровотоком будет я не знаю что нибудь такое же у меня за миг с кровотоком был это кайфовый очень сборки такие через него идут то есть ним балдежно играть очень много урона по одиночным целям особенно на босса где-нибудь когда у тебя взрывы кровотока туда сюда просто бахают одно удовольствие играть такое было конечно было без этого аппекса сейчас этим ой с этим аспект не попробуем можно с ним попробовать может все мысли с чем еще можно попробовать играть никто сейчас ни хрена себе ну вот почему я беру передышку потому что может возникнуть ситуация где ты физически не спасешься после получения урона например здесь я был оглушен я просто ляпнулся бы на долбаные шипы не скажу что смерть была бы слишком справедливой а передышка позволяет мне не перезаписывать после таких файлов если я играю в соло как правило я не небольшой фанат брать скажем по какие-то нет сейф предметы потому что меня нет ценности забега но здесь перезаписать все по новой мне бы не хотелось и я добавил эту хрень и эту бочку я не подниму сюда никогда нет нет стой гомункулы обратно она будет так прыгать здесь да а если я еще возьму что ребят рабочий лайфхак учитесь у дедушки любыми да я реально офигенно просто не пришлось тащиться просто бочку притащил в то место где она не могла взорваться ни обо что подождал отката гомункула и запустил ее по новой ляпота вообще так и погнали трону зал да одна банка остается впрочем надо быть достаточно даже сажать их новых не сажать а установить их себе ищем фейерверки хорошие очень хорошие ну не скажу что крутые но получше по дамагу давать себе за у него эффект на пол у меня прошивали цель и сейчас нахрен не сдалось вообще так 20 клеточек передышка меня по моему не успеет восстановить их десницы кстати снова костюм совершенно в деснице кстати открываем по мутациям на босса мне особо нечего брать да получается в упор можно немножечко помогла бы нам а давайте попробуем взять в упор передышку упор и акр рюкзак максимизирует наш потенциальный урон в данный момент на боссе а передышка север откатилась не помню по моему она не сбрасывается время если ты просто перезаряжаешь вот так вот рероли что сюда на выкидываешь и подбираешь обратно хотя не уверен можно можно отказаться просто может и реально такой эффект есть но и не так не снится главное не перебарщить с фейерверки потому что забудьте чё я там сказал аспект хреначит в кашу жесть как он дамажит он просто разносит лютейший урон генопалма но надо учитывать что все таки там и мой урон тоже был неплохой потому что я во первых оружие неплохие и у меня и урон по крови который работает да и 11 уровне там 10 все такое очень сильное то есть без этого аспекта конечно мы убили бы его заметно медленнее но очень быстро тоже то есть забег в целом сильный и 33 параметра между прочим тоже стоит учитывать что больше скажем так среднего результата поэтому как-то так но десниц тем не менее без урона спалок из x2 уроном с роном по отравлению между прочим чё я там просил до бери чё нет-то я не посмотрел сколько там было урона кстати ну ладно я думаю что этого у этих спалоков должен был быть побольше он даже базовый без учета аффекса на 100 процентов урона и погнали дальше так а у меня было чуть и охотника у меня было дачи охотника стоит взять я думаю мне на может пригодить надеюсь что библиотекарей я буду убивать просто быстрее чем они все у меня рука дергать чуть не кликнул два раза и три раза на какую-то левую мутацию не что библиотекарь не особо не будут нависать то что мне их убивать особо нечем то есть и когда они нависли уже только гранаты есть разве что или пытаться как-то на другой ярус прыгивать оставляя огнемет турель которая его заденет это такое прямо не самым удобным здесь но нам так-то урона хватает вполне так а мне куда мне значит значит этаж банку пить найти ключи наврать свитку меня 0 фрагментов свитка идеально просто перфекции не слегка будет наконец-то наконец-то у меня нечто такое и у меня причем на полосполохи еще с урна по отравлению капец они мощные они сейчас прям раздавать будут люлей коллекционеры просто в кашу вещи сфигачить его хотел бы посмотреть на свой дпс где-нибудь него лишь зверя у нас у тренинг комнаты ввели там есть какой-нибудь чучело для теста дамага то что я хотя там оружие первого уровня дают типа что ты там особо протестишь я не уверен я не знаю как на нас там так кстати две брутальности и есть смысл это взять потому что больше параметров для олеги у нас будет соответственно а тактики там по примеру столько же остается плюс еще прыжок дается тоже помолить поэтому прям хорош наш новый амулет еще не спеши неспешно как спрыгиваем чтобы никуда не нарваться в такие вот места как это внизу было сейчас есть не забрался на меня просто потому что приятно у меня с полки тактаса на пичке все уплевают чуть лишний кнопку тыкаю я не знаю это хорошо не его сбил сроник трема бы на меня нависать успевают потому что то летающая хрень то еще чего-то томов которого просто я не успею ударить все равно приходится где-то доджить так кстати а что насчет гранаты насчет того чтобы поменять ее на вот эту она будет не лучше на будет лучше возьмем турель поискать вряд ли найдем круче но шансы есть например такую двенадцатую 345 на 6400 она того стоит да все граната старая наш такую хотя могли поискать тоже было бы прикольно если я реально не вернул там головешки у меня сейчас было бы x3 x4 получается урона по мне плюс 30 процентов от x4 и дальше x2 x2 пробивающих жесть была бы я думаю что вы бы справились так я хотел банк купить банка на меня до какой бы меня урон не был считал не пробивает нормально так а у меня только один ключ пока что куда мне еще а вниз скорее всего ну погнали вниз против помнить шипы как раз да ладно спринем так кстати здесь отстойный такой проход есть меня это тебе только на право проход обычно бывает здесь свободнее можно пройти в это место как ты не умер от моего огнемета не понял не заделал как то что ли есть сюда головешки стоит возможность содержать не на кулдауне чтобы вот так просто вынести врагов определенной области вокруг себя так а вот и ворона один параметр и мы нашли на только один по моему то есть 2 еще где-то должен быть возможно что он в башне чистить он там лежит по чапали мне надеюсь что интересно является не было послушать так и про побеседовали мне кажется приятно и некоторые выводы с прошлого забега сделали еще касаемо ледокола вот этого ледомета и ты мысль я свои озвучил насчет хищника насчет им виза рассказал что и как насчет котлеток поболтали и посмотрели полноценно вполне себе на аспект как он называется вообще у нее есть название между прочим вопрос так или нет название по моему мне у нее есть название она идет у него в менюшке там на вики тоже есть название у них просто я там ледяной аспект нас называл аспект льда и название приведу название на превью назвал по он также но назывался ледобой вот я не представляю как переводит а какие слова типа как он называется в оригинале просто не всегда возникала просто типа если бывает знаете так переводит в игре какое-то слово да и зачастую бывает некорректно переводят что-то потому что ну там она должна переводиться неоднозначно например как в языке есть флэд файл его перевели как плоский файл они напильник и как он там должно быть вот такие моменты я понимаю как они образуются да но у меня вопрос к тому как тогда как как переводят вот такие моменты то есть ледобой откуда берется если возникают у переводчиков проблемы с обычными словами то откуда они берут вот такие вот придут интерпретации на русском языке слова которого изначально у нас как бы нет нет же ведь правильно блин а если и а если она есть я обсираю сейчас ледобой есть ледокол ледобой я не знаю помню такого слова чпань просто уничтожили так слабее обидно что три тактики или четыре такси куму лисе нашли конечно было бы прикольно но и так неплохой забег пришел эти тихо нормально в одной из птиц так мы берем брутальность потому что у нас лего сейчас собой так у нас там осталось свеколка да но я думаю что магазин идти будет ближе вида хотя если есть дверь открыта а у меня здесь дверь открыта то свеклой будет ближе и все вообще-то выходим тогда зона коллекционера меняем себе тоже на мутацию в упор я думаю возьмем посмотрим еще аспекты есть там у меня и я еще в севере недавно вот краски фотки котлет пока я искал я нашел где я готовил еще индейку соусную такую не знаю как назвать в качестве соуса не знаю то есть так как сливки бывают добавляют да знаете там мясо и так далее я попробую молоко добавить но там всякого другого тоже не есть значит это тоже рассказать то что как заправку для макарон я использовал еще понял что у меня еще один есть скажем так одна история про который я хотел рассказать помимо того что если он ведь другие парочка еще молоко так мы берем себе значит в упор а крылью зак но я просил ребят всегда что-то просит типа да побольше истории из кухни и так далее то чтобы все сильных выдает подсаживать потому что я не могу столько всего генерировать когда приходит время снимать до целс допустим полтора месяца или там почти до полтора или около того я не снимал его у меня накопилось там четыре истории данный момент и то это было прям активные там всякое такое пробовал чем не есть что я тоже хотел попробовать на пара чем мини-пицца попробовать сделать яблочный ризотто попробовать я пока себе выписал но яблоки купил но на этом покажет может не то что закончился но я решил отдохнуть в общем то не всегда скажем так и истории я могу но иногда они конечно могут быть иногда не бывают нормальным почти до нуля хп снизили даже здесь но ребят опять же коллекционер не умирает на этой фазе без пощады мутации его тоже не убьет окей нормально ну мне нравится наш домах вполне такой адекватно мне кажется можно поставить так подождем чуть-чуть и теперь поехали нормально так укусняком не отожрали кстати офигеть он уже банку пьет красиво без урона всех четырех боссов но это был с аспектом соответственно и мы не говорим о легитимности подобного за вега а честность и так далее но полноценно посмотрели на него такому показываешь средний палец ты не туда повернулся немного постараться мне кажется веселой серии было я прям доволен не знаю кайфово вышло все так единственно что немного обидно с головешками x4 урон прикиньте как бы коллекционер сейчас откисала у нас было бы реально раза в два-три больше дпс чем сейчас хотя этот сферверков пегачил легендарных они хорошо били с 2 урона он по яду еще к тому же очень удачные афиксы попались прям нереально я там пытался у каких-то головешек что лечит такое еще найти хотя бы урон по яду они тут фейерверка в начале игры по сути урон по яду мне не нашлось а тут просто шар повезло очень в общем то как так к сожалению свои цели отчасти мы не достигли потому что бессмертных берегах я не нашел лор комнаты может быть как ничего сходим соответственно не знаю в следующем забеге я бы не хотел потому что если идти через кровавый меч то ну камон пугало с миллион мире оружием это просто трэш хотя мы келяемся жестко с кровавым еще правда не у меня не особо отхиляюсь компоненты просто там много стол команда 10 раз его ударишь 30 процентов хп отхиляешь не сделаешь 10 ударов столбаешься быстрее его и как смотрел как недавно видео на канале motion twin об этом обновлении где там показывался там забег и так далее даже не помню на 0 без и то ли на 1 без и то ли больше на не помню как там били они пугало разработчики так понимаю или я не знаю кто все каналы по крайней мере показывалась там показать кем-то оружием просто там не знаю 15 или там около того тычек напугали я понимаю что да если это так рассчитано что типа ты вот хватаешь да разработчики показать он там проходится я понимаю что на 5bc я 15 ударов четырьмя банками не переживу с таким успехом как там было показано не говоря о том что банки на нем хрен выпьешь вообще в общем-то такой получился спектр ребят пишет сам если касаемо него я думаю очевидно что вот некоторые писали что мол аспекты было бы хорошо сделать так чтобы они из бы не закрывали тебе там прогресс я все-таки считаю что закрывать должны они прогресс и в том числе наши некие в кавычках аспекты в самом режиме функции на которой просто разработчики забыли что я уже говорил и многие принципе согласились что реально похоже на правду все опции были однажды сделаны и были многие не забыто хотя не все забыто кстати то есть сюда что-то добавляли можно использовать два навыка или уже одного типа кстати например что добавили получается то есть они не совсем забыли про это все то есть это иногда есть что-то добавлялось но при этом они все не помнят про то что есть опция такая функция дадут настройки но они будто не помнят что здесь и как по какому принципу работает был выполнить адекватно чтобы это тоже блокировал прогрессами на не просто ачивки на этом ребят на сегодня все я уже говорил пишите свои мысли не будет резко читать можете предлагать идей для следующих забегов но не просто ребята какие-нибудь там типа поиграть с таким-то оружием просто вот чтобы в этом была какая-то суть концепция вот как с инвизом через стартовый меч на при этом на после другое уже что-то не было душно потому что раскрывает получается аспект именно с кровотоком я уже сказал скорее всего возьму себя кровавый меч метательные ножи например там что-нибудь в таком духе можно взять себе кровопийцу и бронерюза кстати говоря как интересный вариант даже хоть брутальность но тем не менее хочет будет стала фигачного будет кровоток покатиться надо ремни это вообще любом случае это будет мясорубка наверное и или разрыватель связок танец ножами возможно ну типа максимальная кровь может быть будет забег еще как-нибудь сигнадой потому что после того как ее исправили я так ее не тестил хотя мне кажется что она по-прежнему скорее всего не очень а по-моему там краски разработчики показывали бой с пугалом сиренадой просто жесть или нет да по-моему с ней но это выглядела конечно немного комично на мой взгляд может не разработчики опять же просто и канале выходили видео какой-то к увидел просто мельком на этом сегодня ребят все всем спасибо за просмотр с вами был лиоми как всегда подписывайтесь на канал я буду рад оставить комментарии оцените видео мне будет тоже очень приятно вступать на сервис корзи пообщаться но я желаю всем хорошим с нами так уж дня всем удачи на встрече всех вкус и всем пока пока а